Этот дом по адресу Кремлевская 4 планируют вскоре отмечать юбилей. Дому хорошо за полвека, но внешне он выглядит молодцеватым. Фасад недавно был украшен необычным граффити, а вот во дворе, по словам жителей, ситуация плачевная. Здесь не только юбилейный день рождения справлять невозможно. Здесь в данное время даже ходить страшно, жалуются жильцы. Мы своими силами убираемся, своими силами. Одна подметет, вторая, третья. Грязь была. А это уже как они узнали, что отрад придет. Мы пришли, подметают, мусор убирают. Мы глаза, извините, аж раскрылись. Как это так? Оказывается, вот что. Узнав о приезде нашей съемочной группы, сотрудники подрядной коммунальной организации сразу выслали бригаду рабочих, чтобы те убрали мусор. А мы решили поинтересоваться у сотрудников, как часто они навещают подшефные дворы. Мы регулярно сюда приезжаем, а сегодня работаем здесь с утра. А этот подъезд, по всем приметам, нежилой. Жилплощадь сдана в аренду и вместо жилья – аптека. Нынешние хозяева поставили окно, а вот мусор за собой убрать, видимо, забыли. В Акимате Абайского района о скопившемся во дворе мусоре знают и уверяют, что во всем вина жителей. Мол, дом приватизирован и дворников нужно жильцам нанимать самим. Но если вины госслужащих нет, то жители задаются вполне резонным вопросом – зачем прислали во двор коммунальщиков? У нас приходится спецавтотранспорту, по работе с населением. Они организовывают работу, в неделю два раза проходит подбор. У них подбор по дворовым территориям. Подбор проходит. Но им-то все-таки надо зарплату все-таки обеспечить. В двухэтажном доме проживают в основном инвалиды. Капитально отремонтировать здание жильцы не в состоянии. Потому жильцы просят оказать помощь в решении проблем. В свою очередь сотрудники Акимата обещают разобраться в ситуации в кратчайшие сроки. 453 высотных домов у нас есть. 258 дворов есть. Так как с 2006 года все дома перешли на объект кондоминиум. Вы знаете, все квартиры все приватизированы. Объект кондоминиум уже зарегистрирован через юстиции. Теперь они должны как-то встать на договор управляющей компанией. Так как, например, спецавтотранспортом они договор заключали по уборку территории, но оплаты не производят. Жители дома в обещания верят с трудом. Зато уверяют, что если ситуация не изменится, пойдут жаловаться, как и у города, в надежде, что с его помощью быстрее можно будет достучаться до местных госорганов. Шудин Сейдов, Эльдар Жанусканов и Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании ОТРАР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова